А вот народные методы лечения ангиной. Они основаны на разных подходах. Первый, подавление вредных бактерий, обитающих полость верта и горла. Керосин, медово-березовая вода, полоскание настоем чаги и другие. Их множество, любая трава, обладающая выраженными фитонцидными свойствами, сгодится. Второй, использует самые различные варианты от общего закала до местного горла. Третье, очищение горла и ротовой полости. Ниже я кое-что привел в качестве примера. Керосин от ангины. Мужчине в 7-летнем возрасте удалили гланды. И с тех пор он уже более 50 лет мучается горлом. Сельский врач, проработавший 25 лет лор-врачом и стоматологом, сама ранне удалившая миндалины, дала вот такой совет. Хочу сказать, прежде чем удалять миндалины, подумайте, надо ли это делать. Ведь миндалины это барьер от проникновения микробов. Для тех, кто страдает простудами, ангинами, она дает совет. В течение 10 дней смазывать миндалины очищенным керосином. Она сама делает это больной женщиной. И с тех пор прошло 20 лет, как она в последний раз обратилась в лор-кабинет. Смазывать миндалины можно дома. Делать это надо в период, когда нет обострения. На кончик 15-20 сантиметровой палочки наматывается вата, обмакивается в керосин, отжимается, чтобы не капало. Язык прижать ложкой, чтобы не мешал. И мазать миндалины раз в день в течение 10 дней. Лучше, чтобы это делал кто-то из близких, потому что саму делать это неудобно. То есть это прекрасная профилактика. Вот именно сейчас, вот в это время, хорошо пройти такой курс. Либо просто пополоскать керосином. Полость рта поглубже. Конечно, можно просто полоскать горло керосином. Чайную ложку в рот и пропустив как можно более глубоко в горло, булькать. А потом сплюнуть. Если даже и выпейте, пойдет только на пользу. Кстати, у факиров, которые выпускают из рта огонь, профессиональная особенность, они никогда не болеют ангинами. Керосин профилактически очищает ротовую полость и глотку от вредных бактерий. Для этого достаточно 2-3 раза в день полоскать горло керосинов. И при этом брать не чайную ложку, а достаточно 5 капель. 3-5 капель. Этого вполне хватит. Итак, дело в том, что удаление миндалины не решает проблем со здоровьем. По очень важной причине, просто в результате простуды, ангины, гланды оказываются самым крайним органом, который страдает и разрушается. И если не менять порочный образ жизни, особенно питание, любви к сладкому, к молочному, то со временем и керосин перестанет помогать. Поэтому питание должно быть умеренным и не вызывать газообразование. Газообразование говорит о том, что у вас имеется болезнетворная микрофлора в кишечнике, которая по всему организму распространяется. Газообразование указывает на переедание или неправильное пищеварение, наелись несочетаемой еды, в результате которой образуется слизь. Слизь выделяется через носоглотку. На миндалинах скапливается слизь, на ней размножаются гнилостные бактерии, которые их съедают. Вот вам развитие течения ангина. А чтобы этот порочный процесс прервать, надо не ударять гланды, не смазывать их керосином, а нормализовать питание и пищеварение. Тогда все пойдет само собой. Я еще рекомендую, знаете что? Это принимать семя тмина. Помните, что инфекция из гланды распространяется по всему организму и дает осложнение на сердце, почке, суставы. Медово-березовая водичка от простуд. У женщины были две дочери. Старшая росла здоровенькая, а младшая начала болеть простудными заболеваниями, частые ангины, мелко-очаговая двусторонняя пневматия уже с двух лет. А это, скорее всего, заражение глистами. Женщина искала способ лечения ангины, и одна бабушка дала ей такой рецепт. Надо взять 750 граммов меда. Мед должен быть настоящий, гречишный. И половину 100-граммового стаканчика березовых почек. Продают в аптеке. Мед растопить, довести до кипения и положить в него березовые почки. Кипятить 5-7 минут, затем откинуть на сито, березовые почки убрать и остудить. Применение. Этим отваром поет ребенка раз в день на ночь. Для этого чайную ложку меда размешать в 100 граммах горячей воды. Курс применения не менее года. Женщина поила дочку целый год и за дня в день. Ангина и простуды ушли. Когда появились внуки, женщина, уже бабушка, поила их медовой водичкой и соски каждый вечер для профилактики. И что такое гриб, простуда, ангина в их семье, не знает никто. Наука открывает все новые и новые целебные свойства березы. Так совсем недавно в коре березы был открыт бетулин. Бетулин, сребное вещество, выделено из коры березы. Достоверно выявлены следующие действия бетулинов. Адаптогенные. Способствуют быстрому приспособлению организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Это различные загрязнения, смог, работа на вредном производстве, физические и умственные нагрузки, стрессы и метеозависимость. Антиаллергенная. Снимает проявление аллергии, аллергический насморк, слезотечение, то есть это сенная лихорадка, кожные высыпания и другое. Антимутагенная. Уменьшает риск возникновения изменений в наследственном механизме человека. Антиоксидантная. Минимизирует вредное воздействие при длительном радиационном и солнечном облучении. Нейтрализует действие избыточных свободных радикалов, как образующихся внутри, так и попадающих в организм из загрязненной окружающей среды. Выхлопные газы, табачный дым, применение химиотерапевтических средств, пылящие химические вещества, атостеральные порошки, пестициды, удобрения, консерванты и т.д. Которые приводят к быстрому старению организма, иммунно-дефицитным состояниям, сердечно-сосудистым, онкологическим и другим заболеваниям. Антигипоксантная. Способствует повышению устойчивости организма к кислородной недостаточности. Гипатопротекторная. Защищает клетки печени от повреждений различными химическими веществами, препятствует образованию желчных камней и формированию холецистита. Гиполепидемическая и гипохолестериномическая. Улучшает состояние сосудов, делает их эластичными и способствует улучшению кровотока, нормализует уровень холестерина в крови. Детокцирующая. Способствует нейтрализации и выведению вредных веществ из организма. Онкопротекторная. Предупреждает возникновение раковых клеток. Противовирусная. Помогает организму бороться с вирусными инфекциями. В осенне-зимний период снижает риск заболеваний гриппом. Противовоспалительность. Снижает воспаления и отеки. Противотуберкулезная. Подавляет возбудителя. Туберкулеза. Помогает избежать заболеваний при близком контакте с больным. Облегчает течение болезни и сокращает время лечения. Я применяю другой препарат ЧАГУ. Представьте себе, береза защищается от внешних вредителей битулином. А грипп порзит ЧАГО преодолевает ее защиту. Значит он гораздо сильнее. И как показывает практика. Не только подавляет кучу всевозможных бактерий. Но и в ряде случаев эффективен против опухоли. В принципе это растительная опухоль. В водном растворе ЧАГИ никто не живет. Все бактерии гибнут. Я вначале пил настой. А теперь просто беру в рот порошок ЧАГИ. Разжевываю его и глотаю. Организмы, особенно пищеварения, стали совершенно другими. Это же относится и к ротовой полости, здоровью зубов, десен и глант. Прекрасная профилактика ангином и многим иным заболеваниям, вызванными бактериями из семейства гноеродных кокков. В свежий случай. У жены очень сильный пищеварительный тракт. И его надо постараться вывести из строя. Но это произошло. Сильнейшее расстройство. Сидит в туалете, выпила порошок ЧАГИ, чайную ложку и все прошло. Я рекомендую в качестве профилактики ангин и полоскать рот водным настоем ЧАГИ. Можно и пить, что будет еще лучше. Лично я живу порошок ЧАГИ и его глотаю. Корейский рецепт от простуд. Для его приготовления надо взять 1 кг меда, 1 кг моркови, 2-3 крупных лимона, 100 г хрена и 150 г водки. Морковь и лимоны перемолоть и поместить в 3-х литровый стеклянный баллон. Хрен не чистит, а помыть щеткой, мелко порезать и залить 100 г водки. Через сутки водочный настой хрена вылить в стеклянный баллон с морковью и лимонами. Поставить в темное место и через 20 дней лекарство от простуды ангин готово. Полученная смесь приятна на вкус. Применять ее надо по столовой ложке 3 раза в день. Курс пока она полностью не кончится. Те, кто использовал этот рецепт, говорят, что после его применения прошло уже 20 лет, как они и их семи об ангине и простуде забыли. Мед от начинающейся ангины. Для детей и тех, кто не любит полоскать больное горло, рекомендую хорошее средство, быстро избавляющее от начинающейся ангины. Используем горячий мед. 100 г жидкого меда, лучше липового, смешать со столовой ложкой сока малины. Если свежей малины нет, можно взять малиновый сироп. Итак, мед смешивается с малиной. Поставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Дайте меду немного остыть, чтобы не обжиться. Способ применения. Пить мед с малиной надо через соломинку для коктейля. Пить очень медленно. При этом старайтесь направлять струйку из трубочки на миндалины. Это очень важно для быстрого излечения. Мед за счет осмоса начнет вытягивать жидкость из больных миндалин на себя, а вместе с ней будет очищать миндалины от микробов и их продуктов. К тому же этот напиток вызывает сильное потоделение, которое уничтожает микробы во всем организме и выводит вон яды. Итак, рекомендуется выпить, если не весь мед, то не меньше, 2-3 объема. После того надо тепло одеть ребенка взрослого и уложить в постель. А после того, как он спотеет, его нужно обязательно переодеть в свежее белье и снова тепло укутать. Как правило, одной такой процедуры было достаточно, чтобы боль в горле прошла. Чайный грипп от танзелита и ангины. Одна женщина делится методом лечения ангины. Она рассказывает, что когда ее сыну было около 4 лет, он постоянно болел ангинами. Это говорит о том, что там тоже гелисты были. Лечение, предложенное врачом, не помогало, и они предложили операцию по удалению миндалин. Но так как больница была закрыта на ремонт, операция временно отложилась. За это время женщина нашла рецепт лечения танзелита и ангины. В течение всего лета она поила своего сына 7-дневным настоем чайного гриба с небольшим количеством сахара. Когда осенью пришли к лечащему врачу на осмотр, то танзелита у сына не обнаружили. Ранее сама эта женщина часто болела фолликулярной ангины. Она вспоминает, что бывало так, что стенки гортони так покрывались гноем, что приходилось соскабливать его ложкой. Убедившись на примере сына, что ангина подается лечению чайным грибом, она стала им лечиться. Лечилась просто. Ангина полоскала горло чайным грибом. В начале ангина у нее проходила гораздо быстрее, чем при медикаментозном лечении. В дальнейшем ангина повторялась все реже и реже, а потом прекратилась совсем. Настой гвоздики от ангины и простуды. Надо заварить 10-15 палочек пищевой гвоздики на стакан воды. Лучше всего это сделать в термосе со стеклянной колбой на ночь. Утром ароматный настоек должен быть коричневого цвета. Этим настоем получат горло от 4 до 8 раз в день. При насморке закапывают в нос по 1-2 капли несколько раз в день. Ядинол от ангины и танзелита. Танзелит прекрасно лечится ядинолом. Так считают те, кто его использовал. Метод лечения прост. Надо набрать его в рот, запрокинуть голову и побулькать, промывая миндалин. Примерно так. Так надо делать ежедневно в течение двух недель. Повторять их как минимум после завтрака и перед сном. Привожу рецепт приготовления ядинола. Это синий йод. Как он предложен? Махначом. Научно обоснованный и многократно опробированный. В 50 мл теплой воды развести чайную ложку сверху картофельного крахмала. Размешать, добавить столько же сахара и несколько кристалликов на кончике ножа лимонной кислоты. В это время вскипятить 150 мл воды и в кипяток влить полученный раствор крахмала. Получится кисель. После охлаждения полученной смеси киселя, влить чайную ложку 5% настойки йода. Йодинол, то есть синий йод, готов. Если влечь йод в горячий кисель, йод разложится и потеряет свои качества. Запомните. Добавление сахара и лимонной кислоты делает йодинол более устойчивым. Его можно хранить в закрытом сосуде при комнатной температуре в течение многих месяцев. При этом улучшается его вкус. Он становится приятным, кисло-сладким. Его с удовольствием принимают как взрослые, так и дети. Ну а как? Закаливание горла от простудных болезней. Болезни горла, фарингит, ларингит, танзелит, коварны тем, что могут запросто приводить к заболеваниям суставов, сердца, почек и других органов. У женщины много лет болела горло ангина. Появились ослаждения. Остеохондроз, полиэртрит, ревматизм. Врачи решили вырезать миндалины. Было это 7 лет назад. Пришла она от доктора на работу расстроенная. Рассказала сотрудникам, в чем дело. А одна из сотрудниц ей говорит, ну что ты нос повесила, ну-ка давай, закаляй свое горло. И рассказала, как это надо делать. Надо набрать в 1,5 литра кастрюлю воды из-под крана. Поставить в морозилку на сутки или двое. Образовавшийся кусок льда следует немного разморозить, чтобы лед плавал в воде. И когда захочется пить, пить только эту воду. Секрет в том, что от леденой воды горло не болит. Пейте спокойно и не бойтесь. А вот молоко из холодильника пить не следует. Сразу же заболит горло. Талая вода очищена от примесей и мягкая. Она прекрасно очищает и закаляет организм. А для придания еще больших целебных свойств в кастрюльку положите несколько камушек кремния. Или серебряную чайную ложку. Итак, женщина, ранее страдавшая простудами горла. И когда-то в шутку называвшая себя 3 в 1. Так как у нее все три болезни горла были хроническими. Танзелит, фарингит и ларингит перестала болеть ангиной. Которая сопровождалась сильным удушьем. И которая была спутницей ее чуть ли не с рождения. Вот они чудеса правильной закалки. Очищение ротовой полости языка профилактика ангин. Раньше, женщина вспоминает, раньше очень часто болела ангиной. А последние 30 лет не знаю, что это такое. И знаете почему? Да потому что по утрам, когда чищу зубы, наливаю кружки теплой воды и чайную ложку соли. Этой соленой водой прополаскиваю зубы, рот, горло. Обязательно искусственно вызвать кашель. От соленой воды в горле, со слизистых оболочек и миндалин. Происходит отделение слизи, а вместе с ней и болезнетворных микробов. Далее, очищая язык от ночного налета пластмассовым ножичком и вновь прополаскиваю соленой водой. Вот что касается лечения заболеваний горла. Не только ангины, а вообще заболеваний горла. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!